Но продолжим тему плана Артёменко. Как ситуация выглядит из Вашингтона, узнаем у Дмитрия Анопченко, он в американской столице. Коллеги, даже отсюда из Соединённых Штатов ситуация выглядит несколько запутанно и противоречиво, несмотря на то, что все события вроде бы происходили в Америке. Дело в том, что официальных комментариев пока что нет, а есть две версии. В общем-то, это версия газеты New York Times, газета, которая и создала сенсацию, статью, которую сейчас все обсуждают, вот она у меня в руках. Но есть и вторая версия, ее опубликовала не менее авторитетная. The Washington Post. The New York Times утверждает, что юрист Дональда Трампа Майкл Коэн после встречи с Андреем Артёменко передал его план бывшему, теперь уже советнику президента, генералу Флину. Washington Post, поговорив с самим юристом, приводит другую версию. Мол, Коэн действительно встречался с Артёменко, получил от него запечатанный конверт с предложениями по урегулированию, но Флину их якобы не передавал. И вот четкая цитата из его интервью. Я признаю, что состоялась короткая встреча, но решительно отрицаю обсуждение этой темы или передачу документов в Белый дом или генералу Флинну. Для того, чтобы разобраться, какая все-таки версия верна, я обратился сегодня утром в Trump Organization, организацию, находящуюся в Нью-Йорке, организацию, в которой формально работает юрист Дональда Трампа. Но там мне сказали, что никаких комментариев для прессы больше не будет, кроме тех слов, которые, собственно, и были опубликованы в The Washington Post. Тема в любом случае резонансная, так что в ближайшее время можно ожидать разъяснения американской администрации, как все было на самом деле. Журналисты, что одной, что другой газеты, для того, чтобы получить подтверждение своих статей, явно обратятся к пресс-секретарю Белого дома. Мы же за комментарием обратились к еще одному человеку, который был упомянут в этой статье Нью-Йорк Таймс, украинскому послу в Вашингтоне Валерию Чалому. В американской прессе украинский дипломат говорил, что Андрей Артеменко не имел права обращаться к американским властям с этими предложениями. И вот как в интервью нам он пояснил этот свой месседж. Вы знаете, есть Витинская конвенция, и она выясняет, кто представляет страну. Это президент, премьер-министр, министр законодательных справ и посол в соответствующей стране. Поэтому, очевидно, такие приватные инициативы, они остаются только приватными. И будь-хто, че пан Артеменко, че інши, не представляют позиции Украины. Так что остается только следить за комментариями в прессе, за официальными комментариями и ждать развития событий. Тема громкая, оно явно будет. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала Интер.